здравствуйте дорогие хозяюшки всем приветик то зашел ко мне на канал всем всем привет всем всего самого хорошего и так дорогие мои вы знаете вот выходишь на улицу и вот начинаешь делиться и говоришь вот я сегодня сделала там то-то 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 а другая соседка говорит сегодня сделала вкуснятину такую и вот и сейчас же идут кабаки то есть тыква вот мы готовим кашу тыквенную это очень многие любят а ночи многие не любят разные там котлетки затем оладушки вот эти вот тыквенные вот у меня был кабак этот и остался у меня еще немножечко кабака осталось я сижу на улице соседка говорит а ты делала вот такой кабак начало кабак а потом сухофруктами с яблоками сухими я бы нет никогда вот попробую говорит сделать моя там ее знакомая говорит тоже ей говорила что очень вкусно говорит я попробовал мне очень очень понравилось и так дорогие мои сейчас я попробую а потом скажу своей соседке понравилось мне это или нет но я буду готовить на очень-очень маленькую порцию вдруг мне не понравится ну и так вот у меня кабак а вот у меня не яблоки сушеные а сушеные груши Потому что яблоки у меня были, я все белочкам туда повывешивала. Вы знаете, что я ухаживаю за белочками, во дворе мои белки, мои животные. Заходите ко мне на канал, посмотрите там плейлисты про белочек, про животных. Все, итак, я буду делать сегодня из груш. Что же нам нужно? Я возьму кастрюльку, налью сюда полстаканчика водички. Итак, я нарезала 200 граммов кабака кубиками, мелкими. Ну, не совсем мелкими, чтобы жвачка была, они должны повариться, чтобы были целенькими. И вот я взвесила 50 граммов сушки. Груша, меленькая, беру меленькие. Ну, а если будут крупненькие попадаться, тогда нужно будет разрезать, ну, чтобы приятнее было кушать. Итак, что я делаю? Я сейчас это забрасываю сюда. Водички, полстаканчика водички. И 200 граммов кабака. И 50 граммов сушки. Она ведь очень легкая, поэтому много пока не надо. Ну, я буду совершенствовать, конечно, этот рецепт, как я считаю, вот как бы я сготовила. Но именно что вот сейчас вот кабак и яблоки. Ну, а у меня груши. Она мне сказала яблоки. Но я попробую с грушами, потому что яблок у меня нет. Вот, смотрите, тут водички немного. Водички не переборщите, полстаканчика на эту норму. Теперь я возьму крышечку, накрою и пусть тушится на маленьком огонечке. Ну, конечно же, ложечкой мы будем постоянно переворачивать, чтобы не пригорел кабак. Я открыла крышечку и попробовала и грушу мою, и кабак, то есть тыкву. Уже все готово. Тыква у меня вкусная, она сама по себе сладкая. И вам советую всегда покупать тыкву, чтобы она вот, знаете, груша такая, как вот лампочка, груша настоящая. Она, во-первых, оранжевая, во-вторых, очень сладкая. А вот эти круглые кабаки, ну, не знаю, я когда вот несколько раз брала, они, во-первых, ели желтенькие, такие желтенькие и не сладкие. Ну, там, смотрите, у каждого свое предпочтение. Итак, водичка у меня здесь выкипела. Что мне нужно сделать дальше? Дальше я сюда налью полстаканчика молочка. Больше не надо. Полстаканчика, чтобы, ну, жевать, я не хочу, чтобы была каша, а хочу, чтобы что-то вкусненькое получилось. Так, ну вот, полстаканчика наливаю, а там будет видно, сколько нам придется еще налить. Все, потому что молочко даст вкус тоже сюда вкусненький. Теперь, если вы хотите, вы можете, если у вас кабак будет не сладкий, возьмите там полстоловой ложечки сахара, посахарите. Но я не буду, я последнее время, вот если сладкое, зачем мне сахарить и лишний сахар кушать. Теперь я возьму сливочное масло 82% и брошу сюда вот такой кусочек маленького масла. Теперь я накрою крышечкой и пусть тушится. Уже почти готово, но осталось там совсем немножко. Пусть молоко закипит, пусть немножечко тут она здесь вот повертится, покрутится наша вот эта вот, наш кабак и сушка. И будем тогда пробовать, что же у нас получилось. И еще я решила сюда бросить одну столовую ложку изюма, не черного, а светлого изюмчика. Ну, вы бросайте такой изюмчик, какой у вас есть. Теперь я возьму ложечку и ложечкой все перемешаю. Ну, там буквально, вы знаете, вот покипит немножко, ну, 5-10 минут. Все, и будем выключать. Вот такая вкусняшка получилась. Посмотрите, очень красивая и необычная. Вот необычный рецепт. Сейчас будем пробовать. Итак, дорогие хозяюшки, мое блюдо готово. Готовилось очень быстро. Ну, конечно же, я сегодня обычно я не дегустирую. Но сегодня, поскольку мне вот соседка посоветовала, я попробую. Что воно и с чем его едят. Так, смотрится очень даже красиво. Ну, вот я возьму сразу и тыкву, и сушку, грушу. Вы знаете, норманненько, вкусненько. Но тем более я сахар сюда не насыпала сахар. Сама тыква сладкая, и изюм сладкий. Попробуйте. Кстати, когда я готовила, наливала сюда молоко. И молоко магазинное, оно немножечко свернулось. Поэтому вы смотрите срок годности. Хотя у меня тут еще две недели срока годности. Можно сюда добавить еще ложечку сметанки, чайную ложечку или десертную ложечку. Но я вам хочу сказать, что попробуйте. Это ж у меня груша. И очень вкусно с грушей. А с яблоком еще будет вкуснее. Потому что яблоко дает вот такой пикантный вкус. Просто кисленькое. Кислиночку. Попробуйте. И пишите, понравилось вам или нет. Пойду соседке, увижу на улице, скажу. Вкусно. Нормально. Все. Ну, на этом с вами я буду прощаться, дорогие мои. Желаю всем всего самого хорошего. Желаю всем здоровья, благополучия, достатка. И всего самого-самого хорошего. И главное, чистого неба над головой. Чтобы скорее закончилась эта проклятая война. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...